Музыка Здравствуйте, уважаемые посетители нашего дневного канала. Мы решили приурочить нашу встречу в книжной полке Всемирному дню музея. И познакомить вас вот с этой книгой, рассказывающей о главном музее нашей страны. Нельзя не сказать о том, что Эрмитаж наряду с другими мировыми музеями в силу масштабности исключительного уровня своих коллекций является явлением всечеловеческого масштаба. И Эрмитаж – это не просто музей. Это история, это искусство, это величие культуры в его вселенском масштабе. Это издание вышло в серии «Великие музеи мира». И написано оно автором этого издания является директор музея, член-корреспондент РАН Михаил Петровский. В этом томе собраны репродукции величайших полотен, хранящихся в Эрмитаже. Из-за нехватки времени мы остановимся только возле некоторых из них. Великому Леонарду да Винчи приписывают фразу «Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат». И поэтому, демонстрируя репродукции известных картин, мы заодно с вами вспомним и стихотворные строчки, посвященные этим полотнам. Прежде всего, мы остановимся в зале итальянского искусства эпохи Возрождения и посмотрим на картины величайшего мастера этой эпохи Рафаэлло Санти. Это совсем маленькое полотно было написано Рафаэлем, когда ему было 20 лет, и оно осталось незаконченным. А богатый оклад с великолепным орнаментом и грифонами специалисты считают, был сделан по эскизам самого художника. Удивительное лирическое настроение у этой картины и у зрителей, которые наслаждаются ей. Вторая картина Рафаэля – это «Святое семейство». Здесь художник был уже более зрелым мастером. Он отбрасывает все бытовые детали, он старается написать портрет идеального человека. Линии плавные, закругленные. Все дышит умиротворением. Как удивительно тонка грань меж талантом и хорошим. Хороших много, но рука и сердце Бога с тем, кто брошен во власть искусства в высоту неимовернейших свершений. Так сердцем дарит красоту наш Рафаэль, наш добрый гений. А сейчас мы с вами подойдем к картинам Леонардо да Винчи. Прежде всего, это его совсем небольшая тоже по размерам картина «Мадонна с цветком». Но у этой картины есть и другое название. «И катит волны хмурая Нева, Не улыбнуться под дворцовой стражей, Великолепье зал Эрмитажа Хранит в себе Мадонну Бенуа». Здесь облик Марии далек от классического изображения Бога-Матери. Совсем еще девочка. Она играет своим сыном, протягивая ему цветок, И улыбка радости озаряет ее детское лицо. Другая работа великого Леонардо, А их две хранятся в Эрмитаже, Тогда как всего около десяти их осталось в мире. Это «Мадонна Лейта». Здесь мы видим творение уже зрелого мастера, Картина написана на 12 лет позже, чем «Мадонна Бенуа». И здесь художник пытался создать образ Гармоничного человека, прекрасного и внутри, и снаружи. «Твой образ душу согревает, Так нежность сердце теребит, И лишь слепец не понимает, Как это можно не любить». У нашей ростовской поэтессы Ирины Сазоновой Есть стихотворение, которое называется «Мадонны Леонардо». Два небольших холста из Эрмитажа На фоне итальянского пейзажа Застыли не «Мадонны» перед нами, А матери с земными сыновьями. В единые «Мадонны» Леонардо, Для глаз от рада, для души у слада. «Мадонна Бенуа», «Мадонна Лита», Какая музыка в словах отлита, Одна в беспечной радости познания, Мучением обретенного создания, Другая в ореоле материнства, В вершине неразрывного единства. И озаренный льющимся потоком Из полукруглых флорентийских окон, За ними распахнулся мир светлее, Коперника, Колумба, Галилея, У Леонардо нежные творенья, Вы зеркало эпохи отраженья, Когда художник в образе Марии Вас воспевает, женщины зимние. Следующая картина, возле которой мы остановимся, Это картина Джорджони, Которая называется «Юдив». Когда эта картина была приобретена Эрмитажем в XVIII веке, Считалось, что ее нарисовал Рафаэль, Но в середине XIX века Было установлено все-таки ее авторство. А если вы забыли миф о Эдифе, То его могут напомнить Строчки Ирины Сазоновой. Я не раскрытая загадка, тайна, Оживший на холсте Джорджон и миф. И в Библию попала не случайно Прекрасная коварная Юдив. Я в трауре с горючими слезами Страшилась и позоры, и молвы, Но город окольцован был врагами И сбросила одежды я вдовы. Решилась вдруг отчаянно, но верно Мой ветелуй от гибели спасти. Шатер врагов, голове их Алаферну Пришлось однажды ночью мне войти. Едва хмельного пира смолкли речи, И он уснул, проснулся острый меч. Ведь спящему обороняться нечем, И вражья голова скатилась с плеч. Прочь убежать, пока во сне охрана, Ни звука, ни души здесь, никого. Но в дымке предрассветного тумана Над телом обезглавленным его Застыла я. Злодейку, героиню, вы видите, Не мне, а вам решать. Мне в Библии и гения картине Над головой повержены стоять. А теперь мы с вами подойдем К картине Тициана Вечерева Кающийся Мария Магдалина. Вопреки аскетическому образу, Принятому христианской традиции, Тициан изображает здесь Марию В одеждах и с прической Венецианки своего времени. А у Марины Цветаевой Есть стихотворение, Которое называется «Магдалина», Но исходит оно из мужских уст. О путях твоих пытать не буду. Милая, ведь все сбылось. Я был босс, а ты меня обула Ливнями волос и слез. Не спрошу тебя, какой ценою Эти куплены масла. Я был наг, а ты меня волною Тело, как стеною, обнесла. Наготу твою перстами трону, Тишево ты ниже трав. Я был прям, а ты меня Наклону нежности наставила припал. В волосах своих мне яму вырыл, Спеленая меня безельна. Мироносица, к чему мне мира? Ты меня омыла, как волна. А сейчас мы с вами перейдем в зал голландской и фламандской живописи и посмотрим работы великого мастера Северного Возрождения Рубенса. Рубенс был известен своими мифологическими картинами, как правило, большого формата. И вот одна из них – Персей и Андромеда. Этого художника называли художником-королей и королем художников. Слава его была непревзойденной, и при жизни он добился и богатства, и известности. У Николая Губелева есть стихотворение Персей. Его издавна любят музы, он юнды, светлый, он герой. Он поднял голову медузы стальной стремительной рукой. И не увидит он, конечно, он в чьей душе живет гроза. Как хороши, как человечны, когда-то страшные глаза, черты измученного болью, теперь прекрасного лица. Мальчишескому своеволью нет ни преграды, ни конца. Вот ждет ногая Андромеда, пред ней свивается дракон. Туда, туда, за ним победа, летит крылатая, как он. Робинс написал и множество придворных портретов. Но среди этой череды выделяется один портрет, официальное название которого «Камеристка инфанты Изабеллы». Специалисты склоняются к мысли, что на этом портрете изображена умершая дочь художника. Ей было 12 лет. И мастер представил, какой бы она стала, если б достигла возраста невесты. Этот портрет заставляет очень многих остановиться и задуматься. И тоже сделал наш известный поэт Андрей Дементьев. Смотрю на портрет камеристки. Она молода и строга. Смотрю без надежды и риска. Между нами века и века. Глядит она гордо и грустно. И думает что-то свое. Ну, словно бы все мои чувства В глазах отразились ее. И что-то ее беспокоит. И мучает, видно, давно. Как будто бы видит такое, Что нам увидать не дано. А теперь мы с вами посмотрим на работы Известного всемирно-голландского художника Рембрандта. Вот кто действительно был настоящим мастером психологического портрета. На память невольно приходят строчки Николая Заболоцкого. Любите живопись поэты, Ведь ей единственное дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно. И среди множества портрет, А у нас в Эрмитаже Самое большое собрание его картин, Помимо его родины Нидерландов, Есть и замечательный портрет Старика в красном. И взгляд открылся в ливне света, И руки старца вскрут, как жил, Глядит к мудрец седой с портрета, Так гений Рембрандта творил. Ну а теперь жемчужина Эрмитажной художественной коллекции, Картина Рембрандта, которую считают Одной из лучших картин мирового уровня. Это, конечно же, Даная. Картина с непростой судьбой. При Екатерине она появляется в Эрмитаже. Императрица очень любила это полотно. Было время, когда ее эротизм смущал придворных, И ее убирали из залов. Потом она снова возвращалась. В 1986 году один безумец выхватил нож И полоснул картину. Пострадало бедро живот Даная. Затем он выхватил склянку И выплеснул содержимое на полотно. 12 лет реставраторы Эрмитажа Сражались за существование этой картины. И сейчас вы можете увидеть ее В Эрмитажных залах, Но уже под пули непробиваемым стеклом. Ну а сам миф о Даная раскрыт В таких стихотворных строчках Ирины Сазоновой. Я забытая царская дочь И томлюсь в подсемелье дворца. В одинокую вечную ночь Меня ввергли велением отца. Предначертано грозной судьбой Цепь несчастья такая ему, Что невольно тому я виной И должна выносить эту тьму. Может гибель на старца навлечь Внук еще нерожденный герой, Но себя от судьбы уберечь Царь хотел и жесток был со мной. Проходили и дни, и года, И казалось, состарюсь я здесь. Но свершилось вдруг чудо, Когда всемогущий узрел меня Зевс. На меня он излился лучом, Золотым светоносным дождем. Я в любви растворилась о чем? Не жалела в скитаниях потом. И надежды о чудо сбылись, И судьба повернулась к мечте. А Рембрандта, нетленная кисть, Воплотила меня на холсте. Пусть картина с тяжелой судьбой От безумцев ее не сберечь. И хотя жгли меня кислотой, Невозможно бесценное сжечь. Эта картина стала визитной карточкой Эрмитажа. А на этом мы с вами прощаемся. До новой встречи у книжной полки. Субтитры создавал DimaTorzok Волшебный мир искусства Мир полный вдохновения Волшебный мир искусства Художника творения Волшебный мир искусства Волнует наши чувства К тебе зовет волшебный мир искусства К тебе зовет волшебный мир искусства На чудесной палитре цветное пятно С мягкой кисточки краска струится Он разрисует художник свое полотно На кантине моя бессолица Волшебный мир искусства Мир полный вдохновения Волшебный мир искусства Художника творения Волшебный мир искусства Волнует наши чувства К тебе зовет волшебный мир искусства К тебе зовет волшебный мир искусство